Первый лауреат Нобелевской премии по физике, учёный, отказавшийся от дворянского звания и должности члена Академии наук, скромный, застенчивый человек, на долю которого выпало совершить открытие, без которого не могла появиться современная физика. Его звали Вильгельм Конрад Ринген. Он родился 27 марта 1845 года в немецком городе Линнепе и был единственным ребёнком в семье преуспевающего торговца текстильными товарами. Вскоре семья переехала в голландский город Апельдорн на родину матери. Экспедиции, совершённые Вильгельмом в детские годы в густых лесах и окрестностях Апельдорна, на всю жизнь привели ему любовь к живой природе. Ринген поступил в Утрехскую техническую школу в 1862 году, но он был исключён за то, что отказался выдать своего товарища, нарисовавшего непочтительную карикатуру на нелюбимого преподавателя. Не имея официального свидетельства о среднем образовании, Вильгельм формально не мог продолжать учёбу, поэтому в качестве вольнослушателя прослушал несколько курсов в местном университете. А после этого Вильгельм был зачислен в Федеральный технологический институт в Цюрихе, по окончании которого получил диплом инженера-механика. По совету учёного Августа Кунта, Ринген занялся физикой, после чего защитил докторскую диссертацию. Во 27 лет Ринген вступил в брак с Анной Берте-Людвиг. Они очень любили друг друга. Анна всю жизнь была ему другом и помощницей, но их семейная жизнь была обращена отсутствием детей, поэтому супруги удочерили племянницу Рингена. В 1876 году Вильгельм с семьёй отправляется в Страсбург, где проводит исследования, касающиеся разных областей физики. Эти исследования к теплопроводности и поляризации света снискали учёному репутацию тонкого классического физика-экспериментатора. Ринген многое плодотворно работал, но успевал интересоваться также политикой и позволял себе критические высказывания в адрес кайзера Германии Вильгельма. Поэтому только в 1894 году Ринген был избран ректором Вюртсбургского университета, где он приступил к экспериментальному исследованию электрического разряда в стеклянных вакуумных трубках. Вечером 8 ноября 1895 года, занимаясь опытами в своей лаборатории, Ринген заметил свечение лучей от катодной трубки. Он с экраном в руках стал ходить по комнате, а когда рука учёного оказалась на пути лучей, он увидел на экране силуэт её костей. В 50 суток Ринген проверял свои рытия, и первым человеком, которому он его продемонстрировал, была жена Берта. Именно снимок её кисти с обручальным кольцом на пальце был приложен к статье Рингена о новом роде лучей, которую Вильгельм направил в физиомедицинское общество университета. Первое сообщение об исследованиях Рингена вызвало огромный интерес в научных кругах и у широкой публики. Он назвал исследуемые явления их с лучами, так как природа их была ему до конца ещё неизвестна. Ринген писал, «Вскоре мы обнаружили, что все тела прозрачны для этих лучей, хотя и в весьма различной степени». Американские врачи с помощью лучей Рингена впервые увидели перелом руки человека. С тех пор открытие немецкого физика навсегда вошло в арсенал медицины. Ринген раздражала внезапно свалившаяся на него известность. Учёный не стал брать патент на своё изобретение, отказался от почётной высокооплачиваемой должности члена Академии наук, от кафедры физики в Берлинском университете и от дворянского звания. Он стал первым лауреатом Нобелевской премии по физике. Эту награду Вильгельм принял с радостью и волнением, но из-за своей застенчивости отказался от публичных выступлений. Он был удостоен многих наград, в том числе медали Лондонского королевского общества и состоял почётным членом научных обществ многих стран. Светская жизнь не привлекала учёного. Ему претела мысль о том, что он может привлекать всеобщее внимание. Ринген любил бывать на природе. Он много раз посещал во время отпусков городок Вайрхайм, где совершал восхождение на соседние Баварские Альпы и охотился с друзьями. Вильгельм Ринген ушёл в отставку со своих постов в Мюнхене после смерти своей жены в 1920 году. Стараясь не думать о потере супруги, всё своё время он теперь посвящал охоте. Стены кабинета учёного были увешаны охотничьими трофеями, но особенно он гордился коллекцией птичьих перьев. Ринген говорил, что их красота является подтверждением совершенства природы. Совершив открытие их случей, учёный не предполагал, что они губительно сказываются на здоровье. Занимаясь их исследованием большую часть жизни, учёный, вероятно, получил большую дозу облучения. Вильгельм Ринген умер 10 февраля 1923 года от рака внутренних органов. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова